вот здесь вот сегодня у нас сегодня у нас третий да у нас куда мусор сюда это что чем усов сюда выбрасывать вот здесь вася григоревский наш этот самый тайный почитатель дениса долгополова который погиб защищая землю русскую короче говоря здесь вот василий григоревский осваивал деньги которые привлек своим талантом в бухе в бухе в народные деньги вот эту просеку рубил этот мазак мазак сегодня видел статьи у них у них ничего никуда он не уехал на войну собачек также выгуливать зарабатывает деньги выгуливать бабушкам собачек за денежки зарабатывать денежки но это такая стала цыганская загорела видать на корешку ездил да матча занялся настоящим делом кстати здесь проехать нужно у меня чиповка ну лучше что-то я не знаю о там кто-то впереди идет что вот эту просеку он рубил и мне короче говоря вася сказал ведь такое будет паскотин за пол ляма любила он что-то взял этот грант 7 что-то лямов или восемь не помню я мыши 17 хер знает ну вот слышал что не помнишь сколько ну вот это самое не знаю вот пол ляма дали ему это я ничего не прорубил и они такие короче с этим с обезьянам такие нет прорубил и глачев чем проблема не поделился я такой тогда подумал еще когда они только организовывали только не теле нас первая запись есть если запись это будет вы к в эфир то по ссылочке запись это когда ты приходил помнишь они там короче говоря пол ляма взял отрубил им не понравилось что он с ними не поделился короче вот ну я понял что ребята вы какие-то думаю блять какие-то вы загадочные да вроде как для людей казачьи а когда ты это самое ваня вася григоревский сказал что типа там дальше не пойдем на сказал что это у меня там на германе найдется копать там нам покопаем я там задействую ты такой че спрашиваешь а работа найдется да я человек 12 задействует там на видео запись жизнь я задействую сколько платить будешь а он такой вам еще платить ни хера себе казак мазак это чё павлин какой-то задний или чё я только не понял а помнишь как он с этим сарелем швянским ты мне рассказывал там такой едет такой это цыганин вася это гитва себе здесь бля литературное слово присказка если чё потому что у нас есть такой гражданин к нему предъяв нету у него каждое второе третье слово бля это наш дорогой депутат гагик а вагимянович у него гимяновичу рафикович а вагимян вот у него каждое второе третье бля это связка слов но у меня также я депутат меньше уровня поэтому мне позволяет чуть реже вставлять но а если там кто-то там подумает этики меня учить но я им скрины покажу потом которые мне присылают их чатов как они вообще общаются особенно всякие там административные чаты дома молодежи всякая канитель я вам покажу вы будете премного удивлены но пока никто не предъявляет мины жду своих участвовать как говорится ночью почему бы и нет ну такая вот дорога короче говоря ребята два года назад сюда ездили мне фотали этот музей показали там какая там вода не света ничего батареи солнечных конечно же нету и же конечно же разворвали на надо да несколько миллионов они возможно сейчас можно было бы них купить допустим парочку дронов вот хороших со снарягой вот а а так ваське помогло жить но мы сходим еще я думаю запросик сделаем да по факту надо посходить я не хочу просто там лепить компанию составишь но мы смотри мы уже прошли мы прошли метров 200 нам еще по сути пройти еще столько немного поэтому еще по той это съезде ездим посмотрим возьмем с собой снаряги какой-нибудь покушать тебе чуть чай сало да медведю конфеты обязательно тут я шел следы какие-то еще более тут собачанкинские собачанкинские следы я тебе скажу когда эти вот начали они делать слушай на самом деле это не так давно было это был где-то год где-то ну не соврать 2000 где-то вот он начал где-то в семнадцатом по-моему и где-то в девятнадцатом он закончил и был фильм хабаровская телевидение приезжала николаевский будет работать музей под открытым небом и короче говоря через два года после этого мне ребята сняли материал сам медийку фото какой там под открытым небом музей да они показали все да тайге зимой валдоха светит на негреи ну короче говоря вот сегодня 3 апреля времени записываем два 2024 год времени где-то пределах 18-15 светит солнце лето завтра плюс 9 ура 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 всем кто ложится спать спокойного сна ну а вася большой-большой привет большой-большой привет исторических успехов и привет ему шлет Денис Долгополов